Санта-Квенто-Люче-Гарсия. Здравствуйте, мальчики и девочки. Мы сегодня находимся конкретно в кампусе вот этого заведения. Это University of Queensland. То бишь, если на русский, ну, понятное дело, университет земель королевы. Почти ноябрь. А это вам не шутки, друзья. Солнце-то австралийское в ноябре. О, какая хрень поехала. Вот. Так вот, солнце австралийское в ноябре-то не шутит. И приходится мазаться 50+. Ибо загар здесь, ну, как бы не в моде. Вот это только кампус, который называется Санта-Лючия. Или по-английски это вообще непроизносимо. Ты, наверное, знаешь. Люси, да? Вспоминается Люси, Люси-Такси. Территория этого университета настолько большая, что здесь ходят два автобуса, то есть две линии только внутри этого кампуса. Сейчас вроде добавили уже и третью. И вот здесь находится вот Ситикат. Речные трамвайчики такие огромные. Это расписание ферри, то бишь корабликов. Здесь, как всегда, правило, как собак перевозить. А пристань, вот она, как всегда, чистая, красивая. И вон кораблик идет. Вот такие кораблики нескромного размера приходят в отдельную пристань именно для кампуса, для университета. Тут целый город получается. И плюс огромное количество автобусов в линии, которые соединяют эту зону с остальным городом. Почему так? Потому что здесь, в этом университете, учатся аж 55 тысяч студентов. Только вот этот обслуживающий персонал, включая учителей, там, профессоров, понятное дело, около трех тысяч человек. Здесь работают два Нобелевских лауреата. Найти парковку было большим приключением. Здесь все платное. Здесь нет вообще никаких мест ни на больших парковках, ни на маленьких. И платить до 9 вечера. А почему нельзя выбрать по часам, непонятно. Что-то гораздо выгоднее. Точно. Вот они, вот они поборы-то. Парковок здесь дофига. Ну все они, как я уже сказал, полные. Гляньте, кого мы нашли. Свято равноапостольный князь Владимир. Он-то что здесь делает? О, какой князь. С крестом. Причем крест, заметьте, наш, русский, старобрядческий. Этого князя подарила русская комьюнити Австралии. Ох ты ж. Да, в 1988 году. Вопрос зачем? Ну, чтобы соединить две культуры. Чтобы был. И австралийскую католическую, наверное, как это, православную католическую. Эх, ладно. Интересное зрелище. Здесь 3D с тенями, с контрастами. И джакаранды, конечно, это хорошо, но, скорее всего, это проклятие для дворников. Но, правда, здесь такие дворники все на машинках, небось, и с выдувалками. Вручную здесь никто ничего не метет. А вот справа родственник джакаранды. Это мимоза такая большая-большая. На самом деле мы приехали ради вот этих деревьев, красивущих, пахнущих вкусно. Ну, так получилось, что больше будет про университет сегодня. Вы в штате Куинсленд, а значит, обязательно будет бушлок. То есть прогулочная зона по всяким кушарям местным. У нас же в субтропике здесь растет очень много интересного. И вот если мы углубимся сюда, то там дорожка уходит, уходит куда-то вглубь. А там речка. У меня сзади сейчас Брисбен-ривер, а здесь какая-то мелкая, то есть такой проток получается. Здесь вот бабочка сидит, а здесь вот такая штука. Это сверчок. О, сище-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. С ума сойти, слушайте. Вот это усище. Да, здесь целый лес. Правда, шумно, потому что постоянно кто-то что-то делает. Здесь рабочие, сейчас рабочий день. Ну, прикольно. Но мы с вами сегодня не в лес собираемся, поэтому на этом мы и ограничимся. А посмотрите на эту изгородь. Цветы, и они пахнут. Это типа жасмина местного. Целая-целая, огромная изгородь. Вот, смотрите, люди идут, да, какой величины. Здесь красотища. У студентов есть прикольная фразочка. Звучит она так, purple panic, то есть фиолетовая паника. Это значит, что джакаранда цветет. Это значит, что сейчас уже поздняя весна, раннее лето. Это время очень сложных экзаменов. Да-да, это целая автобусная станция, местная, внутри этого кампуса. Это даже не совсем университет, это только кампус, общага. И вон, куча велосипедов стоит, парковка. Здесь огромное количество бассейн, всякие джимы, футбольные поля, баскетбольные, теннисные, да что хотите. Как здесь дура, наверное, учиться. Идешь на лекцию, видишь эту всю красоту вокруг. Велосипедная парковка тоже двойная. Здесь можно взять напрокат велосипеды и, соответственно, самокаты электрические. И можно поставить свой. Есть вот насос, но не вижу всяких отверток. Обычно здесь ставят наборы инструментов. А жена решила поваляться в лепестках. Ну вообще, здесь можно просто ходить и снимать, и снимать, и снимать. Все подряд. Здесь все красиво. Фигаси деревца. Это похоже на хлебное дерево. Плодов много, а цветы-то, да, действительно красивые. Фигаси. Тут опасно находиться, потому что вот лежит фрукт такой по башке. Килограмма четыре, наверное. Типа экологических табуреточек, но обман. Вы же видите, и мы все понимаем, что это грас, то бишь, трава. Из целлофанки. Фу. Но зато озеро интересное. Красотища какая. А, какая красотища. О, пальма. И джакаранда, конечно же. Если вы едете на лесопеде, то вам обязательно измерят вашу скорость. А здесь у нас джакарандолынь. То бишь, вот прям аллейка джакарандовская. А там написано блум-блум. Типа цветение-цветение. А что у тебя тут такое? О, какая красивая штучка. Где взяла? Да вот валялась тут. Я не срывала. Брось каку, брось. Красивая. Это не было бы Австралии, если бы вам не расписали все по минутам, где что происходит. Ночная птичка втыкает, стоит. Потому как сейчас не ночь, а она ночная. Их здесь много, но они так мимикрируют, что их фиг заметишь. Интересно, почему эти птицы поселились именно здесь, именно в этом месте, и больше их нигде нет. Вот выбрали себе полянку. Эти деревья мы называем ананасами, потому что у них плоды похожи на ананаса. Но на самом деле, конечно же, это не они. Но наконец-таки мы нашли хоть какие-то здания, в которых можно учиться. Эх, Австралия страна запретов, да? Так хотелось на велосипеде покататься. А нельзя. Ой, черепашки. Черепашки. Вот они сидят. Какие здоровые черепашки-то, а? Уточки. Просто дикие уточки. Пасутся возле мусорников. Во. А это студенты ходят. А теперь у нас панорама второго озера. Я уже не буду говорить, что это красотища, да? Ну, просто вот вам покажу. Молча, так сказать. А там вот, на островке, целая куча ибисов. Во какие ибисы. Они там гнездятся. Оказывается, здесь еще рыбки есть. Но водичка не очень. Просто у нас шли неделю дожди. Наверное, поэтому сбаламутили воду. Ух тышка, здесь целый аквариум. Здесь явно кто-то еще живет. О, рыбы какие. А кто за ними охотится? О, кто? Привет. Баклан. Причем расцветка странная у него. Это, наверное, пресномодный баклан. А это тилапии, причем большие. Они запрещены здесь, потому что они сорные рыбы. Они очень размножаются довольно быстро. И могут поедать все, что угодно. Похоже на карпов. Сейчас не видно, но вот когда вода будет прозрачная, они делают такие, как гнезда круглые. Убирают оттуда водоросли. И у них получается площадочка. И в середине площадки сидит такая рыбина. Мужичок избавляется от джакарандовских лепестков с таким мерзким звуком. Ну, а здесь, естественно, это же Австралия. Вам все-все объяснят, покажут, расскажут. Сколько хожу по нашему штату, столько и нахожу постоянно новые цветочки. Даже не знаю, что это такое за цветы. Не пахнут. Обманули. У нас свои скворцы местные. Эти скворечники даже не для серых птичек, а для вот таких птичек. Ларикитов. Вот учитесь, вы учитесь. Вырвались вы из класса и решили прогулять уроки. Куда бы податься? А вот есть скрытое место. Здесь можно даже пожарить шашлычков. Правда на солнышке, потому что барбекю здесь нет. И потихонечку пригубить бутылочку пивка. И никто вас не заметит. А потом, чтобы быстро протрезветь, есть такой краник. Голову подставил, намочил и пошел заниматься. Питьевой фонтанчик. На нем надпись. Пей меня. Я свежая, чистая и бесплатная. То, что мы с вами сегодня увидели, это ну такое маленькое. Вот даже вот эта вся часть, это мизерный кусочек самого университета. А мы с вами были только здесь. Интересно у нас получилась сегодня прогулка. Такая немного не по плану. Ну прикольно. Спасибо, что смотрите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова